История заявления у Рогачоя в творчестве сыра «Пармезан» берет свой початок с Италии. В 2015 году делегация региона на шале со старшиной Аббаловы Конкамо Владимиром Дворником наведала международную выставу «Экспо» в Милане. Под час визита представники Гомельской области побывали так само в Парме. Тут они ознайомились с творчеством «Вядомого на весь свет» сыра «Пармезан». Тогда и возникла идея выпуска аналогичной продукции у Рогачоя. Мы попробовали новый продукт, увидели результат. Мы сегодня уже вышли на срок годности год и более. Это подтвердила вся сертификация, это подтвердили уже дипломы, получившие на международных выставках. Поэтому видим дальнейшее развитие данного продукта. Пармезан относится до твердой группы сыров. Для его вытворчести выкористовывается сыровина только самой высокой якости. На одну тонну приблизно необходно каля 10 тонн молока класса «Экстра». Адметность этого сыра в первую чергу – долгий термин поспевания – от 4 до 12 месяцев. Этот процесс ожитивляется в специальных камерах, где усталеванный оптимальный температурный режим – от 10 до 14 градусов. И вильготность не вышедшая за 80%. Созревает он в латексе, это необходимо для данного вида сыра, потому что сыр постоянно должен, лишняя влага должна удаляться из него. Поэтому очень важно на деревянных полках созревание проводить, сыр должен дышать. Если образуется там сыворотка излишняя, которая удаляется из сыра, деревянная полка должна поглощать ее. Поэтому вот эти требования, требования к полкам, что они должны быть либо из пластических масс, либо из нержавеющих, к данному сыру, конечно, не подходят. У месяц на Рогачевске молочно-консервовом комбинате выпускают до 20 тонн сыра «Пармезан». По кулюгандлевую сетку траплял только сыр с термином поспевания 4 и 6 месяцев. Зусим худко з'явится и «Пармезан», на вытворчусть якого потребны целый год. Планируем к реализации сыра. Будет со сроком созревания 12 месяцев. Вот мы сейчас разрезали его и видим, что структура просто идеальна. Тесто склонное к радиальному раскалыванию. В тесте наблюдаются отдельные кристаллики локтата кальция. Хочу отметить, что у этого сыра козеин, основной белок молока, расщеплен уже до такой степени, фактически до пептидов и аминокислот. И перешел в наиболее легко освояемую форму. Плануется, чтобы попробовать новый сыр, гурманы смогут уже селета. А до налога с меньшим термином поспевания, его дразнивая, больше вытанченный, ярко выявленный смак. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько. Телерадиокомпания. Гомель Азрагачева.